Друзья, советую вам подписаться на здоровенного парня Радова Рустама. У него канал о бодибилдинге, тренинге, питании, функциональной выносливости и еще многое-многое другое. Заходите, смотрите, ссылочка будет в описании. Уверен, вы зацените. Полетели! Всем привет, друзья! Сегодня я вам покажу ультра-метод, как увеличить подтягивания. Этот метод будет действовать как для подтягиваний со своим весом, так и для подтягиваний с дополнительным весом до 24 кг. То есть для этого нам понадобится дополнительный вес и, естественно, резинка. Я покажу вам крутые методы, как увеличить подтягивания. Давайте начнем. Полетели! Итак, друзья, расскажу вам сначала теорию, как мы будем это все делать. Значит, у нас будет 8 подходов в общей сумме. 4 первых подхода это будут подтягивания с дополнительным весом. У нас есть колесо, оно весит примерно где-то 17 кг. 4 подхода с 17 кг. Дальше, значит, следующие 2 подхода это тупо со своим весом, то есть на максимум. Все делается на максимум. 4 подхода первых на максимум со своим весом, потом 2 подхода тоже на максимум. И последние 2 подхода, 7 и 8, они будут уже со своим весом тоже на максимум. Плюс добивание с резиной. Мы вешаем резину и сразу же после того, как сделали подходы со своим весом, мы добиваем уже сразу же, без перерыва, с резиной. Будет очень мощно, мышцы просто убьются в хлам. Давайте начнем. Покажу вам всю тренировку. Андрюха тоже решил попробовать мою схему. Посмотрим, как ему, насколько тяжело будет. 20 разочков делаем все на максимум, отдыхаем между подходами где-то полторы-две минуты. Еще, ребят, очень важно запомнить, что с каждой тренировкой вы должны пытаться в каждом подходе увеличивать хотя бы на одно повторение. То есть, если я сейчас сделал 20 повторений вот с этим весом, я должен прийти на следующую тренировку и сделать 21 повторение. Тогда будет результат. Одиннадцать. Смотри, столько же сделал, да? Поменьше. Нифига себе, в два раза сократилось. Семь только, блин. Такой факт, что лучше не делать с дополнительным весом, когда вы подтягиваетесь с рывками. То есть, если вы будете делать рывки, очень большая вероятность, что вы порвете мышцу какую-нибудь, либо просто надорвете. И в том, и в том случае это плохо. Поэтому старайтесь делать чистенько, аккуратненько, не спешите. Шесть. Ну что, ребят, мы сделали 4 целых подхода с дополнительным весом. Довольно неплохо, никто не опустился ниже 5 повторений. Поэтому сейчас мы переходим в два подхода, делаем со своим весом, а потом два уже со своим весом и с резиной. Давайте покажем, как это делается. Ребят, со своим весом, когда вы подтягиваетесь, можете делать с рывками. Потому что, чем больше вы сделаете, тем ваши мышцы больше будут понимать, что вы хотите дать им потенциал большего роста, увеличения подтягиваний и так далее. Не делайте просто на свой максимум чистыми и все. Не прекращайте на этом. Добивайте ногами инерции. Это работает, я вам отвечаю. Ну что, друзья, мы сделали со своим весом. А сейчас переходим со своим весом, плюс добивание сразу же без перерыва с резиной. Будет интересно, я думаю, мы умрем. Тяжело, слушай. Мои руки, они просто забились в хлам. Друзья, последний подходик, попробуем сделать на максимум. Руки уже отказывают, просто отвечая, попробуйте все это, этот метод. Из последних сил. Что, друзья, метод нереально жесткий. Я не знаю, видели ли вы такой метод или нет, потому что я его сам придумал. Советую всем попробовать. Это очень жестко. Мышцы забиваются, докажи, Андрюх. Просто там и бицепсы, и предплечье, и спина просто в хламину улетает. Поэтому спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на нас. Увидимся в следующем выпуске. Пока.